Добрый день, меня зовут Асель. Моей дочке Наире 2 года и 2 месяца. И мы проходим лечение дистанционное в Центре еврейской медицины БР Давид. Сегодня у нас 25 декабря 2017 года. С Давидом у нас уже было 3 занятия. Что я хочу отметить? После занятий с Давидом она стала немного более усидчивой на развивающих играх, в которые мы с ней играем в течение дня. Также, когда она проводит время с нашим племянником, который немного ее старше, и он, как и любой нормальный ребенок, он любит побегать и пошуметь, и покричать. Обычно он ее раздражал. Она от него убегала в другую комнату. Она не любит вообще других детей, не любит с ними общаться, не любит даже с ними в одной комнате находиться. Но на этот раз, когда привели нашего племянника, она довольно-таки спокойно на него реагировала, то есть он ее не раздражал. Для нас это большой прорыв, потому что раньше такого не было. То есть она с ним спокойно находилась в одной комнате, она не закрывалась от него, не отворачивалась, не убегала. Она просто спокойно рядом сидела. То есть она и не игралась с ним, но, по крайней мере, он ее не раздражал. Это радует. Также она стала немного лучше спать. До этого мы засыпали, могли заснуть ее в 5 утра, в 3 утра, даже в 7 утра. То есть она могла просто бодрствовать всю ночь. А сейчас она засыпает, по крайней мере, в час-полвторого и спит до 10-11 дней. Конечно, вы можете сказать, что это далеко от нормального детского сна, но для нас это большое достижение. И вот сейчас у нас уже 11 ночи. Муж ее пытается усыпить. Надеюсь, у него это получится. Если получится, то это будет даже еще лучше. Это значит, мы еще на один час сдвинулись в нашем ночном сне. Сегодня у нас был еще один сеанс с Давидом. Мы акцентировали внимание на том, что она, опять же, спит не так, как положено в ее возрасте, засыпает поздно. Давид сказал, мы подумаем, что можно с этим сделать. Так что я надеюсь на дальнейший прогресс. В принципе, это пока все. Всем успехов, всем мамочкам. Я желаю терпения и веры. С вашими детьми обязательно все будет хорошо. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...